В комнате Жасмин полно книг и карт. Наверняка она много читает, и Аладдин ревнует её книгам. Эта мощная и сильная фигура называется Слон. Слон стоит три пешки. В начале партии у каждого игрока по два слона. Белые слоны стоят на С1 и Ф1. Чёрные слоны стоят на С8 и Ф8. Слоны могут ходить по диагонали на любое количество клеток. Слон сходил с Е4 на С2. Обрати внимание, что слон ходит по клеткам одного цвета. Слон большой и грузный, и он не может перейти на или через клетку, занятую фигурой того же света. Однако боевой слон может побить фигуру противника, рискнувшую встать на пути у такого селача. Этим ходом белый слон бьёт чёрного коня. Теперь твоя очередь. Сходи слоном на клетку Е1. Верно. Теперь возьми чёрного слона своим белым слоном. Правильно. Теперь ты настоящий погонщик слонов. Среди книг ты находишь жемчужину. Если ты захочешь снова пролистать книги Жесмин, смело возвращайся в эту комнату. Радже так нравилось играть здесь, пока злой маг не выпустил в сад крылатых демонов. Ты поможешь Радже поймать их? Дай смотри, не затопчи газоны. Субтитры создавал DimaTorzok Раджа хочет поблагодарить тебя. Он приносит в зубах фигурку слона. Теперь бери её и быстрее уходи, пока тигр не попросился на прогулку. Кто там? Кто беспокоит владыку всей? У-у-у! Я вижу юного героя. Не стой на пороге. Была бы у меня вторая дочка, так влюбилась бы. У меня самого в твоём возрасте знаешь, как тропики пела. Сяк! Я расскажу тебе о своей молодости. Это король. Король в шахматах, как и султан в агробе, самая главная фигура. Угроза королю, от которой нельзя ни сбежать, ни укрыться, называется мат. Поставив противнику мат, ты победишь. Король уже старенький, и ему трудно ходить. Он может двигаться в любом направлении только на одну клетку. А раз он так медленно ходит, ему нужна хорошая охрана. В своём государстве король волен казнить и миловать. Он может взять фигуру противника, если встанет на её клетку. Вот смотри, как король взял пешку противника. Короли строго соблюдают придворный этикет. И в начале игры всегда стоят на своих клетках. Белый на Е1, а чёрный на Е8. Попробуй, это нетрудно. Возьми белым королём чёрную ладью. Правильно! Теперь ты хорошо представляешь, какие заботы у шахматного короля. Вот, возьми жемчужину знания. Кстати, я видел какого-то странного мага, шныряющего в... Эх, не помню где. Может быть, в бывшей детской Жасмин? Здесь лежат волшебные игрушки. Они очень хитро устроены. Не сразу и разберёшься. Кто с кем играет? Ты с ними или они с тобой? Какие фигуры расставлены неправильно? Верно! Белый король и королева поменялись местами. А ты помнишь, что королева любит свой цвет. На какую из выделенных клеток король придёт за меньшее количество ходов? Верно! Король может прийти на любую из этих клеток за три хода. Может ли ладья добраться до F4 за один ход? Верно! Ладья ходит только по прямой. И поэтому до F4 доберётся за два хода. Сколько ходов сделает слон, чтобы дойти до E8? Верно! Слон не может попасть с E1 на E8. Как называется выделенная дорожка? Верно! Это F-вертикаль. Игрушки оживают. Заводная кукла открывает рот и говорит Злой маг затаился в лаборатории. Пора нанести визит этому похитителю обезьянок. Злой маг увидел тебя и наслал заклятых воинов. Победи мага и его воинов и освободи Абу. Б6 Слой Д5 К Д4 Король H5 Король H4 К Король Д8 Л Король С7 К Король Б7 Л F5 Л Король С7 Я ни секунды не сомневалась, что ты победишь. Теперь Абу снова свободен, а народ Агробы празднует избавление от злого мага. Далеко на востоке расположен город Багра, славящийся грандиозным маяком. Свет на маяке дает волшебный лучистый камень. Но немногие знают, что камень светится благодаря злому Джину. Джин был заточен в этом камне целых сто лет, и вдруг разбил его и вырвался на свободу. Если не вернуть Джина, люди Багры будут вечно блуждать во тьме. Ты хочешь помочь им? Тогда собери осколки камня, сложи их вместе, верни Джина в камень, а в камень на маяк. Далеко на маяке дает волшебный лучистый камень. Она рассказывает, что волшебный камень раскололся на три части, а Джин надежно спрятал их в пустыне. Найди эти осколки и принеси Алиме. Она советует начать поиски с лагеря кочевников, разбитого неподалеку. Но прежде, чем ты тронешься в путь, Алима научит тебя кое-каким хитростям. Это пешка. Пешками измеряется ценность других фигур. Пешки – самые слабые жители шахматного государства, но зато их много. Каждый игрок начинает партию, имея восемь пешек. Белые пешки выстраиваются на второй горизонтали, а черные – на седьмой. Пешки ходят совсем не так, как фигуры. Только на первом ходу пешка может пройти две клетки. В остальное время пешки очень тихоходны. Они перемещаются всего на одну клетку за ход. И еще – храбрые пешки никогда не отступают. Все шахматные фигуры берут фигуры противника, стоящие у них на пути. А вот пешки берут фигуры не так, как ходят. Они бьют фигуры, стоящие на соседнем поле по диагонали. При этом обязательно впереди. Эта белая пешка может взять черную пешку или на С4, или на Е4, но не может взять пешку, стоящую перед ней на Д4. Этим ходом белая пешка берет черную пешку на Е4. Пешки двигаются очень медленно, и поэтому их часто берут в окружение. Сейчас на доске ни одна из пешек не может ходить, потому что единственное поле, куда она имеет право двигаться, занято другой фигурой. Если пешка дойдет до последней горизонтали, то произойдет чудо. Когда пешка дойдет до последней горизонтали, восьмой для белых пешек или первый для черных, то она превратится в фигуру. По твоему выбору – в коня, слона, в бадью или даже в королеву. Сейчас на твоих глазах пешка ступила на восьмую горизонталь и стала королевой. Теперь твоя очередь. Возьми черную ладью белой пешкой. Точно в цель. Белая пешка может сходить только на одну клетку. Какую? Правильно. Белая пешка может сходить только на Д4. Сходи пешкой на самое большое расстояние, какое она может пройти за один ход. Да, вот так. Теперь ты знаешь, как ходят пешки. Мудрая женщина надеется, что ее уроки и жемчужина знания облегчат мои поиски. Если захочешь снова побеседовать с Алимой, то всегда сможешь найти ее у городских ворот. На прощание Алима желает тебе удачных переговоров с кочевниками. Только местные торговцы знают тайную тропу, ведущую в форту. Начальник форта наверняка знает что-нибудь о злом джине и расколотом камне. Хитрые торговцы соглашаются показать тропу, если ты на своем ковре обгонишь их плюющихся верблюдов. Ф-4, Д-6, король, Э-король, Д-С, король, Е-король, Е-6, К-Д-5, шах. Кор-король, Ф-5, кор-король, берет Ф-4. Король, Е-ш, король, Ж-3, король, берет Е-7. Торговцы говорят, что из тебя вышел бы отличный кочевник. Друг Аладдина – их друг. Особенно если этот друг рвется в бой со своим джинном. Торговцы делают тебе щедрые подарки и показывают дорогу к форту. Начальник форта со знанием дела обсуждает с тобой план атаки. Бывалый воин может даже научить тебя ездить верхом хоть на коне, хоть на верблюде. Эта фигура называется конь. Конь по силе равен трем пешкам. В начале партии у каждого игрока по два коня. Белые кони стоят на клетках В-1 и Ж-1, а черные на клетках В-8 и Ж-8.